Живописный берег Кубани, дым костра и песни под гитару. В минувшие выходные на поляке хутора Прикубанского состоялся фестиваль бардовской песни «Возьми гитару» памяти Николая Дуварова и Валентина Ушканова. Ежегодное мероприятие проходило уже в 20-й раз. Побывали на нем и наши корреспонденты. На целых три дня берег реки Кубани в хуторе Прикубанском превратился в одну большую сценическую площадку. Сюда съехались барды со всего края и даже России. Заявку на участие в фестивале подали более 20 исполнителей. Одни приехали на все три дня, другие – только чтобы поучаствовать в галоконцерте. К условленному месту проведения фестиваля барды приехали за два дня до открытия, чтобы гитару настроить с любителями авторской песни посидеть у костра, да и вообще пожить на природе вдали от каждодневной суеты. Этот фестиваль, в общем-то, и был задуман не как строгий конкурс, где требовательное жюри должно отбирать лучших бардов, а как повод для того, чтобы собраться всем, кто неравнодушен к песням под гитару на свежем воздухе. Показать весь свой творческий потенциал можно было в любое время. На сцену к микрофону выходили все желающие – с раннего утра до позднего вечера, а точнее – до начала галоконцерта. А пока с эстрады доносились лирические звуки гитары. Жизнь бардовского городка кипела. В этом году здесь жюри оценивало не только красивый голос и манеру игры на гитаре, но и то, как барды умеют состязаться в спортивных соревнованиях. Впервые на этой творческой площадке прошли военно-спортивные соревнования среди подростковых молодежных военно-патриотических клубов. Они были посвящены памяти десантника Павла Ступина, который был жителем хутора Прикубанского и погиб при исполнении воинского долга. Сегодня с гордостью и честью, скорбью и соболезнованием отдаем дань памяти и уважения героям нашей малой родины. В нашем районе немало жителей, чьих судеб коснулась Великая Отечественная война, локальные вооруженные конфликты. Важной задачей нашего поколения всегда была и остается непрерывная работа по увековечиванию памяти погибших, заботе о матерях, потерявших своих сыновей на полях сражений, уважений солдат и офицеров, кто сегодня активно участвует в воспитании нового поколения патриотов и защитников Отечества. Все пришедшие почтили память земляка, после чего начались соревнования. Юные мальчики и девочки боролись за победу в подтягивании, разборке и сборке автомата, метании ножа и гранаты. Организаторами фестиваля, как всегда, были Управление по делам молодежи Славянского района, Молодежный комплексный центр «Континент» и клуб К-95. Начальник управления по делам молодежи Олег Смольников рассказал об особенностях этого фестиваля. Особенности этого фестиваля, конечно, можно назвать то, что это сегодня 20-й юбилейный фестиваль бардовской песни. Традиционно он проводится здесь, на территории кубанского сельского поселения. Особенно, наверное, еще тем, что такой августовский горячий месяц, такая пора жаркая. Но, несмотря ни на что, очень много команд сегодня принимают участие. Практически все поселения Славянского района приехали, гости из горячего ключа, из Тебрюкского района, из Краснодара приехали. Сегодня такая вот, несмотря на эту изнуряющую жару, атмосфера очень хорошая. Вечером состоялся гала-концерт. Открыл его вокально-инструментальный ансамбль «Кавказ». В концерте приняли участие более 20 участников. Среди них Константин Костин. Говорит, с песней идет по жизни. Еще со школьной скамьи Константин играет на гитаре. В фестивале участвует впервые. «Бартовская песня, я считаю, это душевная. То есть, это песня про жизнь, про то, что мы видим, что чувствуем, что ощущаем. И про это все поется. В этой песне всегда отражается наше настроение, наши чувства». В этом фестивале не существует возрастных ограничений. Это лишний раз подтверждает вот этот молодой человек. Юрий Пономарев играет на гитаре уже 8 лет. В фестивале участвует почти каждый год. Говорит, эта атмосфера помогает отвлечься от повседневной суеты. Как опытный участник он замечает любые новшества, которые вносятся в фестиваль каждый год. «В этом году, в этом фестивале много, на самом деле, очень много нового. Это большое количество спортмассовых движений. Приглашения были для... Много в спортивную школу приехало, часть ВДВ выступала. Много чего интересного происходило, правда. Обычно фестиваль проходит тихо, тонно, спокойно. А здесь прям фурор. И стрельба, бег, и все остальные упражнения. Спортмассов. А вот для Сергея Вареникова самое главное на этом фестивале – это обмен опытом с другими участниками и общение. Очень интересно, потому что встречаешь людей, и у нас они приезжают сюда, не только Славянского района. Вот в прошлый раз я был, здесь ребята выступали из Питера, из Москвы. Очень интересно общаться, обмениваться опытом. Поэтому мне нравится. Эти три дня у участников были насыщены мероприятиями и проходили очень активно. Конкурс бивоаков, радиомикрофон вахта памяти, спартакиада, барды за здоровый образ жизни. Для зрителей такие встречи тоже важны. Многие из тех, кто пришел в этот вечер на концерт, ждали фестиваля целый год. Фестиваль замечательный. Проходит у нас в Прикубанском каждый год. Каждый год интересный, каждый год по-своему своеобразен. Море просто эмоций. Больше всего, конечно, нравится эта семейная теплая атмосфера. Здесь песня под гитару, шум костра вечером. Все просто замечательно. С огромным удовольствием слушаю каждую песню. Каждая несет в себе какой-то жизненный новый смысл. Просто море эмоций. Песни под гитару – это очень хорошо. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем организаторам. Это проводится каждый год. И я думаю, еще будет проводиться очень долго. И мы рады, что это проводят. Мы уже, конечно, поздно подошли. Почти в конце. Ну, фестиваль мне нравится. Я второй год прихожу. Очень красиво. После гала, концерта и награждения победителей зрители разошлись по домам. А у бардов вечер продолжался с песнями у костра. Теперь участники с нетерпением ждут следующего лета, чтобы отправиться на 21-й фестиваль бардовской песни. Ведь здесь они в гармонии с природой, потому что душа хочет петь. Тина Копачевская, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова